всем добрый вечер сейчас посмотрим где мы с вами остановились прошлый раз мы читаем дополнение книги таинственный брак из глав толкования на милосинайского о молитве и там особенно о молитве и псалмопения в чем разница и говорили да о том что молитва это речь идет о деятельности духа о деятельности ума чистая молитва без помыслов а всякая молитва которая использует помышления и образы такие как утренние вечерние молитвы когда мы читаем псалтир это все считается псалмопения и в прошлый раз мы говорили о главке мила синайского то 1 еще раз повторю ее как хлеб есть пища для тела а добродетель для души так и духовная молитва является пищей для ума как раз то о чем мы говорили сегодня на проповедь о том что человек состоит из тела и из души и из духа и вот здесь как более подробно идет что и еще это для тела это хлеб то есть физическая телесная пища добродетель это ищи для души то есть когда мы с вами говорили в таинственном браке видите каждая такая каждое маленькое замечание как будто об одном и том же но раскрывает другие грани еще глубже мы мы говорили о деятельном пути и о созерцательном помните и вот здесь он говорит добродетель это пища для души то есть деятельный путь он исцеляет душу невозможно духовную жизнь начать и заниматься духовной молитвой если душа сперва не исцелилась а душа исцеляется вот видите пища для не то есть она оживает этот образ пищи это образ жизнь если тело не будет пищи она будет мертву если душа будет творить добродетели то есть аскетики она не будет деятельно проходить жизнь она не питаться она умирает а если дух не будет молиться то он также у человека умирает ну в такое состояние сна погружается конечно мы читаем о духовной молитве об очень высоких вещах и все рекомендуют все равно немножко заниматься и но в нашем положении в нашем духовном состоянии конечно надо делать акцент на обратить на на действие на деятельность пути вот мы об этом шла речь сейчас уже не будем повторять поскольку наш ум мертв если не придаст силу себя в молитву видите тут тот старец говорит о том сравнивает с растением я тут бы хотел добавить чуть-чуть потому что эта мысль интересная чуть-чуть даже углубиться смотрите он говорит поэтому возвышение духа принципиально для духовной жизни что достигается посредством духовной чистой молитвы то есть в собственном смысле духовная жизнь это жизнь духа человека а если он не питается он спит или он мед другие вещи а также обычные молитвы которых мы не отрицаем тоже хорошо но это не то что духовная молитва они питают лишь тело и душу так что мы благодаря им выживаем как растение думая при этом что имеем жизнь в себе вот здесь я хотел добавить чуть-чуть старец имелиан говорит о растении но все-таки мы там с детьми разговаривали очень интересная была беседа растение все-таки это жизнь тела деление клеток рост да вот это на этом уровне а жизнь души она ближе к жизни животных потому что у животных тоже есть душа и они живут чувствами у них есть эмоции у них есть инстинкты да это это эмоции которые выражены реакция и вот человек который живет на душевном уровне на телесном и только душевном уровне и который не пытается на этом уровне питаться вот этой духовной пищи для души то есть который не практикуется в добродетели он живет как живот и хотя у него есть разум и он им тоже пользуется но он пользуется этом этим своим разумом не для духовно не в духовном а он пользуется им для чего для удовлетворения своих телесных потребностей своего я своих желаний на это его разум направлен а человек отличается от живут именно дух конечно душа человека тоже она другая она более одаренная есть разумная часть особенно развита но то чего вообще уже вот это духовно духа ума в этом смысле вот этот момент ну и все и закончили мы в прошлый раз упоминанием о церковной молитве мы говорили о том старик сказал что церкви хорошо если мы способны заниматься умной молитвой даже на службе в церкви но он поставил службу первичную то есть если мы не можем иисусову молитву в уме про себя читать в храме и одновременно слушать и понимать и следить за тем что происходит в храме то лучше говорит не читать иисуса лучше следить за происходящим потому что это общая молитва и она именно ценна тем что все в ней принимают участие вместе в этом силы и о том что нужно знать до богослужения и здесь мы здесь продолжаем отсюда дальше старец и миллион следовательно нужно внимать в службе и понимать смыслы совершаемого это на богослужение чувства и нечто подобное не имеют здесь такого уж значения а вот видение смысла имеет очень важно то есть нужно понимать что нужно знать нужно чуть-чуть изучать нужно знать из чего служба состоит из каких частей и что происходит вот данный конкретный момент службы большинства из нас конечно спросишь люди потеряются запутаются даже вон после семинария но если изучать если найти в этом интерес там глубина там каждая часть богослужения имеет и практически какой-то смысл и таинственный и таинственный символический смысл нельзя стоять в церкви и не знать что там происходит не понимать что там прибывает вся церковь сам христос почему мы говорили до человек человеку трудно находиться почему он бывает тягостно потому что он включается он включился в эту общую молитву он он зашел но как чужеродная какая-то клетка уже чужеродный элемент и его вот это все вот так выталкивает он не чувствует себя своим а почему не чувствуется потому что не включился потому что молиться не умеет навыка нет и дома он не молится скорее всего и здесь конечно ему трудно включиться вот почему важно и дома молиться и тогда и церковная молитва откроется когда ты наедине в своей келье делай как знаешь но на службе твори умную молитву по своей мере что значит по своей мере это то что с чего он начал если мы способны уже приобрели такой навык что мы можем читать молитву иисусову и одновременно следить за ходом богослужения если мы в такой мере то мы можем иисусову читать а если нет то слушаем службу богу угодно то что тебя к нему возвышает и дает ему возможность присвоить тебя вот что самое главное и так будучи в церкви на службе или например во время беседы с кем-нибудь мы будем творить умную молитву в том случае если можем одновременно внимать службе и беседе или беседе и это наилучший вариант то есть если человек достигает уже в такое состояние то это конечно приветствует и посмотрите как интересно вот он сравнивает службу и беседу другим человеком фактически мы на службе тут на службу пришли для общения для беседы сбок то есть наше внимание здесь также как мы беседуем с человеком также мы можем беседовать с богом и это молитв это и есть молитв можем ли мы так несомненно можем только в этом надо по упражняться хотя бы 10 дней больше не потребуется 10 дней 10 дней по упражняться в том чтобы одновременно и читать молитву и слушать когда или службу или когда ты с кем-то беседуешь стараться держать эту молитву это как когда тебя сильно занимает что-либо ты думаешь об этом и во время разговоров и во время своего правила ты думаешь сразу о двух вещах тем более это может происходить по отношению к вот такое же часто бывает правильно у нас есть способность от двух вещах думать одновременно и она постоянно у нас происходит мы пытаемся на чем-то сосредоточиться что-то делаем а думаем о чем-то и он говорит что если это возможно во время разговоров быть захваченным какой-то другой мысль какой-то другой идеи то тем более это может происходить по отношению к богу ведь бог наполняет все все находится в боге и содержит бога разве не может бог пребывать в нашем уме в момент когда мы слушаем нечто или разговор конечно может в общем если мы не можем внимать самопению и говорить про себя молитву одновременно то во время службы будем отдавать предпочтение читаемому это и поемом то есть то что поется на службе а в личной молитве умной мы если мы с вами еще не приобрели такой навык то лучше на службе заниматься псалмопение то есть слушать вникать то что читается а когда дома молимся тогда пытаться уже конечно практиковаться и в ум в иисуса но в принципе эти два делания могут сочетаться потому что свободным пустым делается ум а не душа которая как бы отдельно от него дух может восходить отделяться обособлять себя и жить как допустим он может жить когда все другое стало мертвым так он может и обособиться когда все другое живет то есть если мы на заняты какой-то деятельностью дух он сам по себе может быть ум наш чем-то за чем-то может быть занят друг это уединение имеет не душевный а духовный характер оно относится к уму ум опустошается от всего и не имеет никакой связи ни с яростной ни с вожделевательной не с разумной частями души он ни к чему не влечется и ничего не привлекает сам ради того чтобы привлечь только господа вот смотрите вот здесь очень интересное место он отделяя ум от души здесь хотя многие отцы говорят что ум является высшей частью души но здесь он четко отделил помните мы говорили из чего душа состоит из трех частей из раздражительной вожделевательной и разумной вот он здесь в этом предложении отделил все эти три части от ума то дух ум нечто другое чем душа то есть наш разум даже разумная часть она она это не ум поэтому он и способен то есть мы разумом следим за ходом богослужения наш разум участвует в беседах в разговоре а ум может быть занят совсем другими вещами в этом в этом дело вот где человек встречается с трудностью в изоляции ума если жена выгнет этому делу то потом будет легко многие отцы говорят о разных способах затворения ума о соединении с дыханием и тому подобным но это больше для новоначальника чтобы ум ничем не привлекался можно обойтись и без этого в умной молитве происходит соединение с богом всего человека а не только ума поскольку это соединение нематериально энергийно ведь на протяжении целых веков на человека действует превышающий всякое пространство бог бог-седержитель так что не может быть так что с ним соединяется только ум а остальной человек при этом не задействовал нет он полностью проникается богом точно так как это происходит причащение ведь мы причащаемся благодать божественной энергии или можно сказать слово следовательно хотя при общении происходит во святом духе это при общении господу иисусу как ему как и молиться христиане как и молиться христиане привыкли богу слов то есть само причастие есть причастие второму лицу троица потому что он знает отца недра отца и открывает его духе человек это наш посредник и учитель понимаете ли вы это не понимаю скажем честно не понимаю когда бог вторгается в человека разве может человек оставаться как ни в чем не бывало если я тебя толкну ты закачаешься тем более если бог на как бы он пишет наброситься чтобы войти в тебя тогда все вообще наполняется божественным светом и ты проникаешь внутрь проникаешь в бога и так именно ум есть соединительный элемент среда в которой происходит соединение потому что дух смешивается с духом а не с плотью вот ум есть соединительный элемент ну это как то о чем христос говорит в евангелии что приходит время когда богу дух богу будут поклоняться дух духом и истине бог есть дух и ему надлежит поклоняться духу но но чтобы этого достичь требуется жить в уединении поэтому монах исполняется в своем уединении общительный монах при этом есть и не общительный потому что монахи разные есть есть кто-то живет в уединении немногие в основном это общежительные монастыри и он говорит монахам которые живут в общежительном монастыре а фактически жизнь в общежительном монастыре не многим отличается от жизни в миру в принципе потому что там тоже люди находятся в общении друг с другом но но ночью вечером каждый у каждого есть возможность уединиться да трудятся они днем вместе но и здесь конечно тоже видите для духовной жизни да люди семейные да живут миру гораздо сложнее но для того чтобы заняться молитвой все равно необходимо находить время находить время для сколько бы его не было кто-то больше может найти кто-то меньше кто-то живет один и скорбит что он один не хочется там другими быть вместо того чтобы пользоваться это время и радоваться общительный монах при этом есть не общительный и тут снос сравните время уже коротко так что имеющие жён должны быть как не имеющие и плачущие как не плачущие и радующиеся как не радующиеся и покупающие как не приобретающие и пользующиеся миром сим как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего». Это 1 Коринфянам 7 глава 29-31 стих. То есть мы должны быть как бы не от мира сего. Христиане должны быть не от мира. Итак, при этом есть и необхительный, а необхительный в то же время самый общительный, потому что он существует и пребывает в единстве со всем миром. Он вплетен в саму человеческую ткань, из которой Бог сотворил церковь. Но и ангелы, которых Господь не воспринял в свою ипостась, и они также пребывают в церкви, с ними также соединяется монах. То, что ангелов Господь не принял в свою ипостась, понятно? И нас Господь принял в свою ипостась в лице Христа, Иисуса Христа, вторая ипостась Святой Троицы. Он поплотился, стал человеком и воспринял нашу природу. А ангельскую природу не воспринимал Господь таким образом. Но, конечно, человек в порядке соединения с Богом имеет привилегированное положение по сравнению с ангелами. Вот именно поэтому. Потому что он принят в ипостась Божию, тогда как ангелы пребывают только по кресту Бога, то есть рядом с ним, как умные силы. Мы, наша ипостась, принята в саму Троицу. Вообще. Только вдумайтесь. Самого Бога. Так что дело монаха, как таковое, это молитва, которая соединяет его со всеми и со всем. Монах есть некий эталон, печать и первенец всех людей. И о монахах, видите, тоже сноска дана. В Откровении, 14 глава, 4-5 стих. О ком речь идет? Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцу Богу и агнцу. И в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божьим. Видите, старец говорит, вот это о таком жительстве. О жительстве, посвящении себя Богу. Нечто самое прекрасное и благородное, что может явить церковь. Старец Емелян, он певец монашества. Потому что монах, соединяясь с Богом, соединяется со всем вообще. Он ко всему подходит, со всем уживается. Он поэтому соборный человек. Впрочем, он может потерять все это, пожелав зажить по-человечески. Не потеряет, если живя как все люди, он в то же время сохраняет всю глубину монашества. Но вы понимаете, насколько это труднее из-за человеческой слабости. То есть, видите, монаху жить в миру очень сложно. Ну, потому что, видите, немощь такая. Ты с миром смешиваешься и все равно становишься мирским. Давайте посмотрим, что же так возрушает наше монашеское бытие. Ни наша добродетель, ни святость, ни молитвы, ни нашей беседы и встречи с Богом. Даже не встречи с Богом. Не так же все наши труды, злострадания, слезы и поклоны не оправдывают нас перед Богом. Что нас делает монахами, так это умная молитва. Вот тогда мы действительно становимся все человеками, все небесными и вечными. Тогда входим в беспредельность Божию. Причем входим по-настоящему всем нашим существом, которое как бы захватывается Богом. Так что, живя и молясь на каждый день, не забудем, к чему нас призвал Бог. Это наше призвание. Вот, если монахи там смотрят и слушают. Вот в чем дело. Это, кстати, с этой историей из, по-моему, не святые святые была. История описана про одного монаха в Псково-Печерском монастыре, который был резчиком. И он трудился, трудился. А потом видение у него такое было, что он вдруг увидел ров и во рву, как бы там в грязи все его работы. И Матерь Божия явилась ему со святыми и говорит, мы от тебя ждали молитвы, духовных приношений. А ты, говорит, принес, да, это известная история. Вот это именно об этом. Чем бы монах не занимался, да и чем бы мирской человек не занимался, Если в приоритете не стоит духовное, пускай даже у монаха, скажем, это будет духовная молитва, как говорит Старец Емельян. Хотя сейчас, в наше время, говорят уже, как старцы говорят, что в монастыре как в миру, а в миру как в аду. То есть, если и в монастыре монах занимается добродетельными хотя бы, это уже, слава Богу. Ну, скажем, скажем, предположим, да, что у монаха призвание, вот его это духовная молитва, а здесь в миру хотя бы нужно заниматься вот этим деятельным путем, подвигом. Нужно исполнять посты, нужно исполнять молитвы, нужно делать, вот, принести вещи кому-то, кого-то накормить, да, обогреть, принять, хотя бы такими делами спасаться. И эти дела возвеличивает Христос в Евангелии. Это, конечно, мы говорим о высших каких-то степенях. Но если мы ничего не будем делать для нашего спасения, то какая у нас надежда, какие у нас шансы будут? Монашескую жизнь называют путем покаяния. Слово покаяние имеет отношение к уму, и покаяние в смысле изменений, перемены ума. Монашеская жизнь является общением, это жизнь духа в чистом виде, поэтому она свободна от всего, что может ее связать. В точности, как с молитвой, которая должна быть от всего свободна, связанной не может идти. Монах от всего освобождается для того, чтобы связать себя только с умной молитвой. Это, если говорить совсем просто, и есть единственная обязанность монаха. На самом деле, это не столько обязанность, сколько право монаха стать таким соборным человеком, Богом по благодати. Будем благодарить Господа за то, что дал нам возможность переживать это, несмотря на наше недостоинство и греховность, на нашу немощь и неведение. Он ввел нас в некую благодатную жизнь, когда мы, словно некий предмет, можем потрогать этот дар соборности и вечного бытия, для которого нас определил Бог. Он дал это, конечно, всякой плоти. Смотрите, обратите внимание. Он дал это, конечно, всякой плоти, но нам, монахам, как бы удобнее стяжать это. То есть дверь открыта для всех в этом. И мы имеем примеры святых, которые жили в миру и занимались молитвой, стали святыми, взошли на такую высокую ступень. Не то, что все монахи на ней находятся. Это он, знаете, как бы подбадривает, так сказать. Возблагодарим Господа за этот дар. Псалмопение одно... А, подождите, это уже было. Это уже мы читали. Все, мы закончили с вами. Да, мы закончили. Все, вот это что касается псалмопения и молитвы. Если подвести итоги, зачем мы об этом говорили и почему нас унесло в такую высоту, которая фактически, конечно, нам очень далеко от нас. Но иметь представление об этом полезно, мне кажется, я считаю. И нужно знать, иметь общий вид и знать, к чему человек призван. Видите, мы все призваны к соединению с Богом. Но кто насколько сможет приблизиться, это уже зависит от каждого, от каждого человека. Самое главное, почему мы об этом читали? Потому что мы с вами говорили именно о деятельной, о деятельной части, об аскетическом подвиге. Часть которого является бдением. Вот все началось с бдением. И бдение состоит из молитвы, из псалмопения и из чтения. И чтобы разбираться, что такое молитва, что такое псалмопения. Если мы с вами, пускай мы с вами не находимся на таком каком-то высоком уровне, и не стяжали никаких даров, может быть, мы вообще только начинающие, только начинаем. Но все равно, видите, отцы рекомендуют сочетать эти три делания. И чтением заняться, и псалмопением, и обязательно молитвой им. И именно в плане такого восхождения. То есть начинать с чтения или с богомыслия, затем переходить на псалмопение. Это как бы другая ступень. Это уже начало молитвы, но молитва, в которой мы собираем свои мысли и направляем их в нужном направлении. И затем переходим плавно с этого уже на следующую ступень и немного занимаемся молитвой. Духовной. Что значит духовной? Мы занимаемся молитвой Иисусовой, пытаясь уже молиться не помышлениями, а очистить свой путь от каких бы то ни было мыслей. Ну вот все. Еще хотел я сделать дополнение от чтений, но не знаю, стоит ли уже так перегружать. Или будем на другую книгу переходить в следующий раз. Так что вы дайте мне знать, напишите там в комментариях. Стоит, конечно, батюшка. Стоит? Да, конечно. Еще одно маленькое дополнение сделать. Ну хорошо. Еще одно слово старца Емельяна будет именно о чтении. То есть вот когда он говорит, вот есть чтение, псалмопение, молитва, и о чтении шла речь в книге «Таинственный брак». И именно в книге «Таинственный брак» переводчик сделал сноску на эту его проповедь о чтении. Что такое вот это чтение? Потому что он чтение связывает и с созерцанием, и говорит, что это неотъемлемая часть должна быть духовной жизни человека. Не просто молитвой заниматься, а именно в сочетании с чтением. Так она будет, молитва, расти и развиваться. Хорошо, я тогда попытаюсь подготовиться. Это мы читали на русском, перевод. Да, у меня идея появилась. Я не знаю, насколько это будет легально. В смысле, насколько это... Ну, я думаю, ничего страшного, потому что переводы эти, они такие, ну, как сказать, кустарные. Не знаю, выдвинет кто-то на них права или нет. Но я думаю, у меня уже собралось несколько книг «Старца Емельяна». И я думаю, может быть, на нашем сайте дать ссылки на эти книги, чтобы люди, кому интересно, могли бы скачать русские переводы. И «Таинственного брака», и вот это о молитве. Есть еще «Отрезвение» и «Сихи Иерусалимского». И только что мне прислали прямо вот горячий перевод. Только вот на днях еще одна появилась книга «Толкование старца Емельяна» на Григория Синаида. Григория Синаида. Ну, не важно. Я эти все книги выставлю на сайте, и мы потом ссылку дадим, кому интересно, смогут их скачать. А эту статью, которую мы будем читать в следующий раз, она опять на английском. Так что мы будем так по ходу пытаться переводить ее на русский. И уже на этом завершим наше знакомство со старцем Емельяной. И будем переходить на другие вещи. Скорее всего, будем читать книгу Никодима Святогорца о чувствах, о хранении чувств. Потому что тоже на русский она переведена урывками, только маленькими частями. Полного перевода я не нашел в интернете. Может кто-то, может сейчас издали или издадут. Если какие-то вопросы есть, задавайте. И сегодня так у нас покороче. Вот, все закончено. Спасибо, Господи. Вот пост приближается. Я даже не знаю, начинать ли нам до поста. Ну, посмотрим, как будет. У нас осталось одно воскресенье. Потом уже все, начинается пост. И встретимся уже только после Рождества. А если здесь будет желание, как мы хотели, то без о важности... Вот. Поговорите. Сказать что-то о важности поста. Да. Ну, что сказать о важности поста? Когда говорится о дарах Духа Святого, то удивительная вещь. Вот я сейчас на вскидку не вспомню. Это очень известное место из апостола Павла. Плоды Духа есть. Любовь, мир, долготерпение, кротость и в конце воздержание. И когда святые отцы толкуют, они говорят, что он перечисляет от высшего дара любви к самому первому дару. И все начинается с воздержания. То есть даже воздержание – это дар. Мы даже поститься сами не можем. Но мы приступаем к посту, так же, как и в молитве. То есть мы предпринимаем какое-то свое усилие, и наше усилие должно быть с пониманием того, что это дар, что это должно прийти от Бога. Мы только сможем с толком использовать для себя, попаститься, если придет на это Божье благословение и Божьей помощи. Поэтому настроиться, помолиться, нужно просить у Бога помощи этой, благословения, и понимать, насколько вот это важно, насколько важно нам войти в эти дары Святого Духа, именно начав с воздержания. Без поста ничего у человека не получится. Конечно, кому-то даются болезни, кто-то не может поститься. Это другое дело. Это вместо поста у кого-то. Но если человек здоровый, более-не-менее есть у него возможность. Вот он научается вот этому самоконтролю. Мы говорили сегодня про контроль. Было на проповеди. Что такое одержимость злым духом? Одержимость духом. Это передача контроля. Все. Наш дух, наш дух, он не контролирует больше нашу душу, наше тело. Другой дух приходит, вселяется и начинает управлять. И когда Христос говорит, что сей дух ничем же исходит, говоря о злом духе, о нечистом духе, сей дух ничем же исходит, только молитву и постом, вот это и имеется в виду, что через пост человек возвращает контроль над собой, и чтобы передать его Богу, чтобы вести свою жизнь по Богу и вернуться к Богу. А иначе вот происходит то, что хочу одного, а делаю другой. Вроде хочу всех любить, а на самом деле на всех злюсь. И обижаю. И потом удивляюсь, ну как же так? Вроде бы же хотел быть хорошим, а стал плохим. Почему? Потому что нет контроля. И вот ради этого упражнения, в том, чтобы контролировать свои вот эти вот импульсы, ну вот хочу там тортика, и все. Ну ладно, ну сегодня еще съем, завтра буду поститься. Вот это и есть отсутствие контроля, которое открывает двери всем вот этим вот духам, которые потом начинают через нас действовать. В семье родители любят детей, но в то же время они ругают и злятся. Да. Почему они ругают и злятся? Не слушают. Чуть-чуть есть тут небольшая разница. Когда мы говорим о божественной любви, она все-таки другое, другое, чем в семье, чем любовь родителей к детям, скажем. Если мы любим, мы не можем ругаться. Мы либо любим, либо мы ругаемся. Когда мы воспитываем, если человек любит правильно, если его любовь здоровая, то он даже когда воспитывает, он воспитывает от разума, он воспитывает духовно. А у нас, к сожалению, происходит так, что мы воспитываем от гнева, от раздражительности, поэтому это и не приносит плодов. Потому что наша любовь изначально она эгоистична. Мы почему его любим, ребенка? Потому что он мой. Вот эта принадлежность его ко мне, она как бы путает все вот эти вот, все вот эти карты, всю эту схему. И она не дает любви. Почему монахи уходят из семьи? Ему нужно уйти. Если, говорит Христос, вы не возненавидите родителей и детей, не в том смысле, что вы там на них станете кричать, ругаться. Нет, если вы от них не отлепитесь, вот от этой эгоистичной любви вы мою любовь не познаете. А когда любовь Божия, да, ты можешь его воспитывать. И ты можешь даже, знаете, старцы там, иногда, владыки часто, они принимают такой суровый, строгий вид, и даже начинают кричать, и где-то у этого старца. А внутри он спокойный. Внутри у него мир. То есть он внешне, это в воспитательных целях, в воспитательных целях. Хорошо, если бывает, да. То есть если ты от разума, ты знаешь, что нужно применить некое лекарство. Вот у лесточника об этом есть. Интересно, когда он к паспору пишет. Нужно применить лекарство. Да, нужно. Но ты это делаешь в сознании, а не от того, а не от страсти. Не по своей страсти. А у нас в семьях, к сожалению, вот это воспитание детей, оно-то ты просто, ну вот надоел, вот ты вот, ты уже достал меня, так я тебя сейчас тогда начну воспитывать. Вот что это за воспитание? Это такое воспитание. Поэтому у такого воспитания никакого плода нет. В воспитании должна быть любовь, рассудительность и ведение. То есть знание того, что принесет действительную пользу ребенку. А для этого, чтобы таким образом воспитывать, родитель должен быть старцем, пастырем, должен иметь дары все эти духа. Он должен сам быть просвещен и сначала взять под контроль самого себя, а потом пытаться воспитывать ребенка. И все это начинается с поста. Вот насколько это важно для родителей и для детей. Ой, а дети как? Бедные дети. Если он там молочко не попьет или там что-то не покушает, то как будто он там умрет. Были прямо... Сколько... Серьезно, сколько есть примеров, когда вообще семьи, даже веганы, я не говорю, что так надо, но есть семьи, и дети здоровые, румяные. Да даже об этом вон три отрока были. Кушали только овощи. Просто вот этот страх родительский, да, что вы, как он там без мяса, бедненький, проживет один день или там пост, или сорок. Да ничего с ним не случится. Все, если к посту не приучают детей с раннего возраста ни к посту, ни к молитве, ни к чему, ходят у них на поводу, чего они... Что ты будешь, что ты хочешь, что ты... Вот просто, просто уничтожает вообще все духовное в ребенке тем, что культивирует в нем вот эти желания, следование. Конечно, след... Наоборот, это какое-то антивоспитание. Культивирует его желания. Не учит его, чтобы он контролировал свои желания, а наоборот. как раньше первым, ему всегда первым. А раньше... Ну, мне бабушка рассказывала, они жили в этой семье, говорит, в деревне, что это? Большой стол. И один казан ставили, говорит. И дедушка первый всегда. И тянули ложку деревянную и хлеба к каждому ломать. И вот так брали и хлеб, хлебом, чтобы не капало. Так вот подберет. И сначала дедушка берет, потом старший по семье, потом все, потом... А он, этот маленький царек, который нынче царек, он самый последний, а не первый. А если он потянется, ему ложкой прямо в лоб так раз, и он хорошо запоминает на следующий раз, где его место, и уважать старших, и что, почему дедушки первым. вот в чем смысл поста, почему с этого начинается. Потому что мы себя не контролируем, а хотим детей воспитывать. А потом удивляемся, что они уходят, что они нас не слушают, что они не любят. Сколько людей вот ко мне. Вот уходит. Вот он только возрастает, только чуть-чуть становится самостоятельно. Я в Бога не верю. Я не хочу в храм. Да зачем это ему? Он посмотрит на родителей, ну что это за лицемерие? Родители ему говорят, давай делай то-то, а сами ничего, пальцем не хотят пошевелить. Он видит, дети чувствуют этот обман. Вообще, если человек, мне кажется, исполняет что-то, ему и говорить ничего не надо. Семьи есть. Хотя ты смотришь, вот они ходят гуськом. Они ходят, они смотрят, если родители действительно ведут духовку в жизнь, они вот так вот в молчании. Это передается, это связь внутри со своей. Но дети, не дети, это уже как бы важный вопрос, но это второй. Каждому нужно начать с себя. И для этого и есть пост. И это уникальное. Это нам, у нас в церкви, это просто сокровище. Вот эти посты. Каждый раз, когда человек падает или расслабляется, а не может быть духовной жизни без падений, без каких-то перипетий, каких-то расслаблений, но каждый раз нам церковь напоминает, вот, пожалуйста, и тебе еще дается шанс. Через две недели начинается, 40 дней еще, потом будет великий, потом это. Каждый пост для настоящего христианина, который действительно пытается вести духовную жизнь как праздник должен быть. И когда окончается пост, вот у него тогда печаль. Приходится ему опять возвращаться в мир, и мясо. Опять молитву не пойти. Ладно, помоги, Господи. И, конечно, среда и пятница. Среда и пятница это такое, чтобы держать себя в тонусе на протяжении всего года. вот как насколько, да, это из древности, это древнее-древнее правило. И как сейчас постепенно в церквях, к сожалению, даже в православных некоторых, идет очень сильное ослабление. Краем глаза, замечаешь, не наше это дело, конечно. Или, а в католической церкви я уже вообще молчу, там просто это все уже забыли вообще. Так, так, у них что-то такое, ну, что тебе ты любишь, можешь не кушать, такое. Да. То есть, вот, если так посчитать, сколько, если человек хочет жить действительно церковной жизнью, следовать, да, учению церкви, сколько времени в году у него пост. Вот интересно было бы посчитать, наверное, посчитали. Сколько в процентном отношении, да, сколько, 260 дней поста, то есть большая часть года это пост. Большая часть года, да, это пост. Это человек должен постить. С пятницами, с пятницами, с пятницами, с средами, конечно. Так что вот, надеюсь, ответил, спасибо на этот вопрос, и всех призываю обязательно, обязательно стараться соблюдать. Кто как может. и очень важный момент до девятого часа. Вы знаете, вот это важный момент. Хотя бы среда пятницы. И в этом глубокий смысл сокрыть. Не пить, не есть. Кто здоров, кто здоров. Не пить, не есть до трех часов дня. Потому что до трех часов дня Христос вот висел на кресте. и не ел и не пил ничего в пятницу. И после трех уже вкушается пища. Кто может выдержать? Я понимаю, что возможно там какие-то по здоровью моменты могут быть. Но на самом деле, на самом деле не так это и стоит. Ну хорошо. Спаси Господи, всем помощи Божьей. И надеюсь, мы встретимся в следующее воскресенье. Я думаю, да, что-нибудь там придумаем. И если нет, вдруг, так всем благословения и помощи Божьей на пост и к Рождеству готовиться и заниматься и молитвой в день и постом. Уже Рождество скоро, да. Спаси Господи. Давайте помолимся. Спаси Господи. Всем ангелам. Благодарим тебя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя.